Решите уравнение. Как обычно перед просмотром попробуйте решить это уравнение самостоятельно. Уравнение сложное и забегая вперед могу сказать что это уравнение не имеет рациональных корней. То есть все корни этого уравнения иррациональные числа. Тем не менее мы сейчас сможем решить это уравнение простым и для большинства из вас удивительным способом. Этим способом мы решали только одно уравнение на этом канале летом позапрошлого года. Кому интересно ссылка на него будет в описании. Итак начинаем как обычно. То есть для того чтобы избавиться от квадратного корня нам нужно будет возвести обе части уравнения в квадрат. И учитывая что справа у нас квадратный корень, который всегда больше или равен нулю, то нужно потребовать чтобы и левая часть была также неотрицательна. То есть потребуем чтобы x квадрат минус 4 было больше или равно нулю. Теперь казалось бы нам нужно еще дополнительно потребовать чтобы подкоренное выражение было неотрицательным. Но это условие, исходя из того, что мы будем возводить обе части уравнения в квадрат, писать не обязательно. И сейчас мы посмотрим почему. Итак, учитывая, что обе части уравнения неотрицательны, возведем обе части этого уравнения в квадрат. Тогда в левой части мы получаем x в квадрате минус 4 и все это в квадрате. А в правой части у нас после возведения в квадрат останется подкоренное выражение, то есть x плюс 4. И вот теперь мы видим, что условие неотрицательности подкоренного выражения следует из второго уравнения. Действительно, в левой части у нас квадрат разности, который за счет четной степени всегда неотрицателен. А значит x плюс 4, которое должно быть равно этому квадрату разности, будет неотрицательным. То есть неотрицательность подкоренного выражения дополнительно писать в эту систему не обязательно. Идем дальше. Из первого неравенства мы получаем x квадрат больше или равен 4. А во втором уравнении мы раскрываем квадрат разности и все переносим в одну сторону. В результате получаем x в четвертой степени минус удвоенное произведение вычитаемого и уменьшаемого, то есть 4 умножить на x в квадрате. И плюс квадрат второго числа, то есть 4 в квадрате. Минус x минус 4 и все это равно нулю. То есть в результате мы получили уравнение четвертой степени. Его можно решать по-разному. Например, один из способов, ссылка на который будет в описании, это метод неопределенных коэффициентов. В результате чего вы сможете найти 4 иррациональных корня. Но мы, как я уже говорил, пойдем другим, более простым путем. Мы решим это уравнение четвертой степени, как уравнение второй степени. То есть мы решим это уравнение как квадратное относительно константы. А именно относительно числа 4. Чтобы было понятно, как это можно сделать, заменим число 4, например, на t. То есть 4 это t. Тогда 4 в квадрате это будет t в квадрате. А 2 умножить на 4 это будет 2 умножить на t. Возникает такой вопрос. Нужно ли заменять число 2? И почему 4 в квадрате нельзя заменить на 4t? Сейчас покажу, почему замену нужно производить именно вот таким образом. Дело в том, что если мы в самом начале заменим число 4 на какую-то новую переменную t, то мы сможем решать вот это уравнение в общем виде. То есть вместо t может быть любое число. И то, что в нашем случае у нас оказалось вместо t число 4, это частный случай. То есть если изначально в нашем уравнении вместо числа 4 было любое число t, то мы решали бы это уравнение по той же самой схеме. Итак, перепишем наше уравнение в более удобном виде. То есть запишем его как квадратное относительно t. Тогда получаем t в квадрате. У второго и последнего слагаемого минус t мы выносим за скобки. Давайте минус сразу запишем. Тогда в скобках у нас остается 2x в квадрате плюс единица умножить на t. И остается еще плюс x в четвертой минус x. И все это равно нулю. То есть мы получили квадратное уравнение относительно переменной t. Напомню, где t в нашем случае равно 4. То есть по сути мы решаем квадратное уравнение относительно константы. Относительно числа 4. Находим дискриминант, который равен b в квадрате, то есть 2x в квадрате плюс единица в квадрате минус 4ac минус 4 умножить на x в четвертой степени минус x. Раскрываем скобки и получаем 4x в четвертой степени плюс 4x в квадрате плюс единица минус 4x в четвертой степени плюс 4x. Приводим подобные слагаемые и получаем 4x в квадрате плюс 4x плюс единица. А это квадрат суммы. То есть это будет 2x плюс единица и все это в квадрате. В результате корни t первое второе будут иметь вид минус b, то есть 2x в квадрате плюс единица, плюс минус корень из дискриминанта. Корень из дискриминанта равен модулю 2x плюс единица. А модуль в свою очередь равен плюс-минус эта сумма 2x плюс единица. Но у нас плюс-минус уже есть, значит знак модуля можно не писать. То есть это будет плюс-минус в скобках 2x плюс единица. Все это поделить на 2. То есть в результате получаем 2 значения переменной t. t первое равно x в квадрате плюс x плюс единица и t второе равно x в квадрате минус x. Возвращаемся к нашей замене. То есть вместо t подставляем число 4. В результате получаем 2 квадратных уравнения. Или x в квадрате плюс x минус 3 равно 0. Или x в квадрате минус x минус 4 равно 0. То есть уравнение четвертой степени оказалось равносильно совокупности двух квадратных уравнений. Находим корни. Первая пара корней x первое второе будет иметь вид минус единица плюс-минус корень из дискриминанта, то есть корень из 13 разделить на 2. И вторая пара корней x третья четвертая будет равно единице плюс-минус корень из дискриминанта, то есть корень из 17 разделить на 2. Подставляем каждый из найденных 4 корней в наше неравенство. И из четырех корней у нас остаются только два корня, которые удовлетворяют этому неравенству. Это один корень будет иметь вид минус единица минус корень из 13 разделить на 2. Или второй корень х равен единица плюс корень из 17 разделить на 2. Пишем ответ. Минус единица минус корень из 13 разделить на 2. Или х равен единица плюс корень из 17 разделить на 2. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и заходите в гости на наш семейный канал. Ссылка будет в описании. Ссылка будет в описании.